Библейский портал экзегет.ру представляет «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись, ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями». Родительский авторитет, но не выше Божьего. Более того, как частный случай авторитета перед Богом. «Почитающий отца очистится от грехов, о как, и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища». То есть не просто он правильно сделает, он очистится от грехов. Вот в смысле ли ему Бог простит грехи за почтение к отцу? Или почитающий отца, он преобразится, он перестанет быть тем грешником, которым он был? Наверное, и то, и то можно понять. «Уважающий мать, как приобретающий сокровища». То есть само уважение для тебя есть сокровища, не те блага, которыми ты от родителей можешь воспользоваться, ну, что, конечно, тоже здорово, когда есть чем, а само почтение. «Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан». То есть как он к отцу, так и дети к нему, и в день молитвы будет услышан. И как он к отцу, так он, видимо, и к Богу обращается с почтением, и Бог принимает молитву. «Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою». Вроде бы, ну, вот как часто у нас бывают в книгах «Премудрости», такие неравновесные половинки, да? «Почитающий будет, уважающий будет долгоденствовать, и послушный успокоит мать». Получается наоборот, что тот, кто слушает Господа, тот успокоит мать. Не в смысле, какая награда за послушание и успокоение. Сначала награда, а потом условия. Но вместе такая цельная картинка. «Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужит родившим его». Вот у нас соединились две темы страха пред Господом. В общем-то, основная тема всей книги, можно сказать, основная тема всех книг «Премудрости», но этой в первую очередь. Вот конкретно, что делает боящийся Господа. Вы хотели узнать, что такое страх Господень, как бояться Господа? Вот давайте разберем в конкретных областях жизни, а не общие какие-то слова. «Делом и словом, почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери разрушает до основания». То есть родительское благословение или проклятие. «Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестия отца». Очевидно, когда человек старается возвыситься за счет своих родителей. «Слава человека, а честь отца его, и позор детям мать в бесславии». Ну, такое традиционное общество, где род значит очень много происхождения. Но не только это. «Сын, примя отца твоего в старость его и не огорчай его в жизни его, хотя бы он и оскудил разумом, имея снисхождение, не пренебрегая им при полноте силы твоей». То есть даже если в маразме, что делать? «Ибо милосердие к отцу не забыто, несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспоминется тебе, как лед от теплоты, разрешатся грехи твои». «В день скорби разрешатся грехи твои». То есть, ну, скорбь — это что-то такое, что растапливает грехи, как жаркое солнце растапливает лед. Да? Интересно. Но скорбь... У нас уже была тема терпения в предыдущей главе. Очевидно, скорбь, которую человек переносит, а не просто, скрипя зубами и ругаясь со страшной силой, мучается. «Оставляющий отца то же, что богохульник и проклят от Господа, раздражающий мать свою». Отношения с отцом и отношения с Богом одного типа. Кто бросил одного, тот и другого бросит. Ну, дальше про родителей уже не нужно, все достаточно понятно, а скорее общие принципы. Как жить? Об этом большая часть книги будет. «Сын мой, видела твоей скротость и будешь любим богоугодным человеком. Сколько ты велик, столько смиряйся и найдешь благодать у Господа». Вот насколько человек велик, а вот насколько он смиряется, а не насколько он понты кидает и изображает из себя нечто великое. «Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным, ибо велико могущество Господа, и он смиренным и прославляется. Богу не нужно, чтобы ты ему показывал все свои достижения и отличные качества. У него их больше. Ему нужно, чтобы ты перед ним смирился. И именно смирение его прославляет, когда ты не говоришь «я, я, я», говоришь «Господь», ну а я-то, ну я-то уж ладно. Тогда ты его прославляешь. «Через меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай». Тоже очень разумный совет. Смотрите, вот здесь уже появляется такой эллинистический разговор, потому что мера — это главное, что было для греков. И вот это уже эллинизированный иудаизм. Это уже иудаизм, который вбирает в себя некоторые идеи, концепты, понятия из греческой культуры. Что заповедано тебе? О том размышляй, ибо не нужно тебе, что сокрыто. Во-первых, размышляй о том, что заповедано. Не просто тупо исполняй формально. Знаете, такой способ итальянская забастовка, когда все делают строго по инструкции, в результате получается кошмарно. А размышляй с умом. С другой стороны, что сокрыто, то тебе не нужно. Не надо размышлять, если жизнь на Марсе. А вот как тебе жить, и то, что относится к тебе, да, это важно. При многих занятиях твоих о лишнем не заботься, как верно про современного человека с его гаджетами. Тебе открыто очень многое из человеческого знания. Достаточно интересных вещей в том, что твое в том, что к тебе относится. Ибо многих ввели в заблуждение их предположение, лукавые мечты поколебали умах. Вот прямо в эпоху гаджетов абсолютно стопроцентное попадание. То есть то, чего нету на самом деле, какие-то виртуальные реальности, какие-то непонятные обсуждения чего-то с кем-то, какая-то конструкция других миров, будь то в играх где угодно. Но и не только до гаджетов. Смотрите, тут гаджетов никаких не было две с лишним тысячи лет назад. Это что-то такое, что человеку свойственно всегда, умом где-то летать в каких-то абстрактных сферах. Гаджеты только материализовали эти мечты. Кто любит опасность, тот впадет в нее. Как интересно. То есть, ну, знаете, ходят там в экстремальные походы, всякое такое, рано или поздно нарвутся, говорит он. Упорное сердце напоследок потерпит зло. Упорное сердце будет обременено скорбями, и грешник приложит грехи ко грехам. То есть, все эти события, все эти неприятные испытания и прочее, они, в общем-то, нужны для того, чтобы изменить человека, его поведение. Но испытание не служит врачевством для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем. То есть, если человек гордый, его там хоть что с ним делай, а он вот, я такой, и все. Злое растение. Вот какой-нибудь там репейник, поди его выкорчу. А внутри себя. Сердце разумного обдумывает притчу, и внимательное ухо есть желание мудрого. А разумный, в отличие от упорного, размышляет над какими-то притчами, что такое не просто загадка, это загадка со смыслом, который тебе поможет. Вода угасит пламень огня, и милостынь очистит грехи. Как интересно. То есть, милостынь и неблаготворительность очищают грехи. Человек получает прощение, когда он другим оказывает милость. Наверное, Бог ему окажет. Кто воздаст заблагодеяние, тот помышляет о будущем, и во время падения найдет опору. Опять-таки, благодарность одна из важнейших черт в человеке, да, согласен. Во многих культурах это подчеркивается. Ну, тема эти не закончена, тут глава прерывается. Иногда, знаете, в нашей нумерации глав и стихов начало новой главы никак не мотивировано. В тот самый случай, эта тема продолжится в четвертой главе. Субтитры создавал DimaTorzok